В сети появился третий и, судя по всему, финальный трейлер пятой части Трансформеров. Я делал разборы первых двух, в которых были достаточно любопытные теории, так что советую посмотреть их перед тем, как начать просмотр этого видео. Посмотрели? Ну тогда готовьтесь узнать, что нам показали в третьем трейлере Трансформеры Последний Рыцарь. Как вы уже знаете, с первых двух трейлеров в этой части взрывоопасного блокбастера от мастера разрушений хаоса Майкла Бэя нас ждет кое-что новое. Мы увидим самых гигантских Трансформеров, которые следуют тренду на живые планеты, вернемся в прошлое и узнаем скрытые тайны Короля Артура и Рыцаря Круглого Стола, а также увидим, как Оптимус Прайм после встречи с создателем вернется на Землю и, словно Доминик Торетто, сменит сторону. Название этой части Последний Рыцарь словно отсылает нас к последнему джедаю. Возможно ли, что и тут мы увидим сумеречного Трансформера? Ну, давайте разбираться. Так что, хорош трепаться, или, как говорится, Cat the Crap. Поехали! Трейлер открывает пролет камеры над уже знакомыми по прошлым трейлерам зелеными просторами Ирландии, которую облюбовали киноделы в этом году. Это достаточно типичный кадр для исторических фильмов, показывающий масштаб природы и пространств на фоне человека. Очевидно, что в пятой части создатели будут расширять и углублять мифологию Трансформеров, показывая их влияние на Землю в разные временные эпохи, как уже было в четвертом фильме с Эрой Динозавров. И уже следующим планом оператор играет на контрасте размеров, показывая внушительные соплы и крошечных на его фоне людей, проводя параллель с таинственной и полной опасностью пещерой. Этот кадр напомнил мне начало пробуждения силы, в котором мы видели Рей на фоне разбитого Стар Дестройера. За кадром начинается монолог сэра Эдмонда Бёрна в исполнении Эндони Хопкинса. Все началось с легенды. И следом им показывают ту самую легенду, о которой идет речь. Как мы же знаем из предыдущих трейлеров и синопсиса фильма, Трансформеры 5 копнут вглубь нашей истории и расскажут нам о том, какую роль играли кибертронские рыцари в нашем средневековом прошлом, во времена рыцарей круглого стола короля Артура. И именно их нам и показывают в следующем кадре. Мы видим, как король Артур со своими рыцарями и в сопровождении своих механических собратьев устраивает посиделки за круглым столом. Судя по вскинутым мечам далее в кадре, кибертронцев среди них пятеро. Для вас уже не секрет, что Лиам Гэрриган исполнит роль короля Артура в фильме, и именно он и играет Артура в сериале «Однажды в сказке». Совпадение? Не думаю. Интересно, что дизайн правого трансформера похож на обновленный дизайн Мегатрона, которого мы уже видели в предыдущих трейлерах. Очевидно, его новый вид обязан своим стилем какой-то древний, как меч короля Артура, технологии. А вспоминая, как Оптимус Прайм заполучил свои рыцарские перчатки, можно предположить, что и Мегатрон, ну или Гальбатрон после последнего фильма, нашел какое-то древнее оружие. Может быть, это тот самый меч в камне, киноверсия звездного меча Прайма, который мы уже видели в мультсериале «Трансформеры Прайм». Однако тогда Мегатрону не удалось вытащить его из скалы. Обратите внимание на логотип их ордена. Это стилизованный кельтский крест, известный также как «Колокрыш». Его также называли «Крестом воина». Его почитали кельты, кем и был король Артур. Четыре его сегмента обозначают четыре стихии природы – воздух, вода, огонь и земля. Однако в киновселенной он определенно будет играть другую роль и означать что-то, связанное с трансформерами. Вспомните ту конструкцию, которая поднималась из океанского дна. Можно заметить, что она сделана в форме этого логотипа. Рыцарь круглого стола Артура тесно связана с легендарным артефактом – обладает мистической силой. Возможно, в фильме мы также увидим переосмысление этой древней легенды. И Грааль окажется какой-то технологией кибертронцев. Возможно, неким оружием, которое будет способно остановить надвигающийся апокалипсис. Так что, возможно, эта конструкция и есть тот самый Грааль, который искали рыцари круглого стола. И именно его мы можем увидеть на постере фильма. Судя по средневековому фону этого места, это аббатство Револ, которое является одним из наиболее популярных туристических мест в Великобритании. Можно погулять по этому месту через Google Street View, чтобы прочувствовать средневековый дух этого знаменитого монастыря. Это не единственная британская достопримечательность, которая будет играть роль в сюжете. На том же постере к фильму можно заметить и Стоунхедж – каменное сооружение, окутанное тайной. Возможно, и ему в истории этой киновселенной придадут некое важное значение. И затем мы видим шикарный кадр в духе Игры Престолов. Король Артур верхом на коне скачет между дубов. Примечательен также тот факт, что в основе религии кельтов лежит идея мирового древа, каковым считался дуб. Да, со скандинавским Игдраселем есть некоторый параллель. Да и с последним джедаем, судя по моему разбору, тоже. И далее мы видим нового персонажа Саги, верного помощника сэра Эдмонда Бёрна, трансформера по имени Когмэн. Его Майкл Бэй недавно представил вместе с другими семью трансформерами в своем твиттере. Когмэн, судя по пояснению Бэя, самый лояльный и смертоносный слуга. Как я понял, он будет аналогом воиновского Альфреда, только сделанный из металла и трансформирующийся, судя по слухам, в новенький Астон Мартин DB11. Правда, я пока не понимаю, как этот робот размером с человека может стать автомобилем. Ну, это нам предстоит узнать в фильме. Имя этого стимпанковского кибертронца отсылает нас к Брайану Когману, сценаристу и продюсеру Игры Престолов. Это еще одно доказательство влияния Игры Престолов на новую часть трансформеров. Примечательно также и то, что Брайан Когман напишет сценарий для киноадаптации диснеевского мультфильма «Меч в камне» 1963 года. Ну, это параллель, я думаю, более чем очевидно. Затем мы видим ту самую гравировку, которую бережно поглаживал Эдмунд в первом трейлере. Далее мы увидим, что это, судя по разложенным доспехам, и есть круглый стол, который обзавелся весьма интересными изображениями. На нем можно заметить тот самый кельтский крест с четырьмя символами. Среди них можно разглядеть солнце, землю и два других символа, соединенных с крестом. Быть может, этот, похожий на букву А, это символ автоботов, которые сопряжены с королем Артуром. Поэтому у верхушки буквы А расположена перемычка в виде гарда его меча. А вот правый символ для меня остается загадкой. Если у вас есть варианты, пишите их в комментариях. Можно также заметить и символическое изображение какого-то скалистого острова, которое может быть картой к чему-то, что имеет огромное значение в сюжете. Возможно, к тому камню, в котором Артур оставил свой меч. Кстати, в предыдущем разборе я предположил, что Энтони Хопкинс – тайный член этого рыцарского ордена. Поэтому он вполне может быть последним рыцарем, который знает о существовании звездного меча. И затем, после гигантской планетарной конструкции, мы видим очень интересный кадр. Как вы помните, в конце четвертого фильма Оптимус улетел на поиски создателей, и мы видим своими глазами их встречу. Закованный в цепи Прайм общается с тем, кого называет «мой создатель». Пока что неизвестно, кто именно эта инопланетная женщина, однако, судя по ее щупальцам, она не кто иной, как Квинтессон. По одной из версий, именно Квинтессоны являются создателями Трансформеров. Мы видели их корабли в доисторические времена на нашей планете в предыдущем фильме. Впервые Квинтессоны появились в полнометражном мультфильме Трансформера, и недавно как раз было объявлено, что в пятой части они также будут представлены. Судя по окружению в этом кадре, предположу, что это родина Квинтессонов, планета под названием Квинтесса. Обратите внимание на то, как движение Оптимуса повторяет движение ее руки. Очевидно, она имеет способность управлять Трансформерами. Возможно, его фиолетовые глаза – это признак ее дистанционного управления. В лоре Трансформеров существует две разные версии их создания – Квинтессонами и Праймусом. И судя по тому, что нам представили Квинтессонов в киновселенной, кажется очевидным, что ни Праймус, ни его злобный близнец Юникрон не появятся в фильме. А эта массивная конструкция является устройством для терраформирования, созданным Квинтессонами. В трейлере мы слышим, как Оптимус говорит «Чтобы жил мой мир, ваш должен умереть». В прологе четвертой части мы видели, как Квинтессоны покрыли нашу планету слоем Трансформиума. Так что, возможно, они возвращаются для того, чтобы перетрансформировать Землю с помощью Трансформиума в новый Кибертрон при помощи этой гигантской машины. Ну и далее она снова знакомит с Изабеллой – новым персонажем в исполнении Изабеллы Монер. Она, выжившая в битве за Чикаго, и в этом фильме, судя по кадрам далее, несмотря на свой возраст, будет активным борцом сопротивления. В одном из интервью Изабелла сравнила своего персонажа с Сэмом Уитвике, персонажем Шайла Баффа. Мы видим, как они вместе с Кейдом что-то ремонтируют. Возможно, ставят на ноги ее Трансформера Сквикса, которого также представил бы и в Твиттере. Этот милый кусок ржавого железа трансформируется в старенький мопед Веспа, на котором, судя по всему, будет кататься наша маленькая героиня. Обратите внимание на бутылки с зеленой жидкостью, которые она кидает. В сценах далее, которые мы уже видели из предыдущего тизера, можно заметить у этого умирающего Трансформера зеленую жидкость у рта. Во вселенной Трансформеров Энергон может существовать в концентрированной форме, которая имеет зеленый цвет. А как вы можете знать, Энергон – это источник энергии кибертронцев. Это их топливо, которое течет в их жилах. Энергон взрывоопасен. Видимо, поэтому Изабелла кидает эти бутылки, словно гранаты. Затем мы видим Мегатрона во всей его красе. В предыдущем разборе я предположил, судя по сцене с Леноксом в пустыне, что Мегатрон станет на сторону автоботов, чтобы защитить Землю. Обратите внимание, что на словах «Без предводителей наступит хаос» нам показывают, как Мегатрон надевает свою рыцарское забрало. Это может быть намеком на то, что он действительно сменит сторону в фильме. И именно поэтому мы видим его сражение с Оптимусом Праймом, который то ли от фиолетового Энергона, то ли после перепрограммирования создателем стал антагонистом. Это явный признак того, что Мегатрон в этом фильме предстанет перед нами в новом свете. Однако, ненадолго. На персональном постере Мегатрона можно заметить фиолетовый цвет его глаз. Так что, возможно, Квинтессона возьмёт под контроль его, после того, как Оптимус вернётся в конце этого фильма. Затем, после нарезки знакомых средневековых кадров, нам показывают Кейда и его новую подружку, Вивиан Уэмбли, как две капли воды, похожие на Меган Фокс. Они исследуют какое-то древнее сооружение, похожее на тот самый рыцарский Тименос на корабле Локдауна, который мы тоже увидим в трейлере. Именно в Тименосе Оптимус достал тот меч, давший ему рыцарский апгрейд. Судя по символике короля Артура, эти рыцари по краям – те самые трансформеры из флэшбэков, и, скорее всего, Кейд найдёт способ пробудить их из тазиса, так как далее в трейлере именно они надают по щам фиолетовому прайму. Затем, после взмывающей вверх конструкции, мы видим то самое сражение друзей, во время которого Кейд пытается вправить Оптимусу мозги. Однако этого не удаётся, и Оптимус в лучших традициях возвращения Тёмного Рыцаря ломает Бамблби о колено. Однако мы-то знаем, что Жёлтый Шмель не покинет франшизу, так как ему ещё предстоит появиться в соло-спин-оффе, так что это лишь эффектный трюк. Затем мы видим, как гигантская конструкция вспахивает зелёную лужайку, и тут я хочу обратить ваше внимание на CGI. Несмотря на колоссальный бюджет и обилие компьютерной графики, специалисты по визуальным эффектам всё равно халтурят. Посмотрите, как эта конструкция пропадает в текстурах лужайки, прежде чем земля взлетит в воздух. В следующей сцене с падением у Забеллы, помимо мягкой подстилки для её комфортного приземления, можно также заметить, как её лицо неестественно просвечивается сквозь пальцы трансформера. Пора бы Татьяне научить этих ребят работе с хромакеем. И следом, после летящих на каких-то воздушных колесницах трансформеров, мы видим, как Кейт и его подружка погружаются в ту самую таинственную впадину. Затем нам показывают Вивиан на работе. Она профессор Оксфордского университета. Кстати, ходят слухи, что Ход Рот имеет два режима трансформирования, и помимо Ламборгини будет трансформироваться в автомобиль Вивиан, Citroёn DS. А сама Вивиан тесно связана с тем таинственным мечом, вокруг которого и будет строиться сюжет фильма. И затем мы видим очень интересный кадр, на котором я хотел бы остановиться. Словно как и после тиззера «Звёздных войн», после которого мы так и не узнали наверняка, кто же тот таинственный последний джедай. Также и после трейлеров «Трансформеров» мы также и не знаем наверняка, кто же этот последний рыцарь. И этот кадр заставляет меня думать, что это главный герой фильма – Кейт Йегер. В его руках, очевидно, находится тот самый Эскальбург. Видимо, сэр Эдмонд рассказал ему о местонахождении меча, который обладает мистической силой и способной справиться с натиском кибертронцев. Неспроста его удар вызвал синее свечение. Затем мы видим, как Кейт, Вивиан, Оптимус и, судя по всему, Мегатрон падают в то самое место, где находится рыцарский Тименос. Именно в этом месте мы видим, как Оптимус говорит Вивиан о смерти нашего мира. Обратите внимание на то, как сзади подкрадывается Бамблби. Так, а что это у нас по времени? Ага, время собрать все в кучу и попытаться построить сюжет фильма по той информации, которой мы обладаем. В общем, получается, что давным-давно, в доисторические времена, квинтессоны с помощью Трансформиума подготовили нашу планету к терраформингу в погибшей по вине Оптимуса Кибертрон. И, скорее всего, активатор этого процесса и есть тот самый Грааль, который изображен на постере. Рыцари Круглого Стола нашли эту конструкцию, и их союзники, рыцарские трансформеры, встали на стражу этого места, чтобы никто не смог активировать устройство квинтессонов и не погубить землю. В разные времена разные слуги квинтессонов пытались добраться до этого места, но с ними вступали в бой тайные члены Ордена Короля Артура. И в этот раз, сам того не осознавая, Оптимус попал к ним в их щупальца. Они перепрограммировали его и отправили активировать это устройство, чтобы начать терраформинг. Тем временем наши герои также нашли это место по выгравированной на круглом столе карте Сэра Эдмунда, тайного члена Ордена Артура. Оно находилось глубоко под водой, в той самой воронке, куда они плыли на батискафе. Однако Оптимус тоже добрался до этого места и активировал это устройство. Конструкция начала всплывать, и туда подоспела армия вместе с Мегатроном, с которым договорился Ленекс, и Мегатрон дал отпор Оптимусу. Однако затем герои все вместе свалились внутрь этого Тименуса, в котором ожидали свой час стражники. Оптимус одолел Мегатрона, но тут появился Бамблби, и пока Бамблби, Оптимус и Кейт вышли на улицу выяснять отношения, Вивиан удалось оживить стражников, которые подоспели вовремя и отправили Прайма в нокдаун. Но это не точно. А знаете, что точно? Это часы, которые я недавно купил. Вы тоже хотите стать такими же стильными и четкими, как я? Тогда заходите на сайт alltime.ru. Alltime.ru – это отличный онлайн-магазин, в котором можно купить часы и ювелирные украшения без предоплаты, с доставкой по всей России. Вы делаете заказ, оплатите при получении. Это быстро, удобно и абсолютно безопасно. Так что не тратьте драгоценное время впустую. Заходите на сайт alltime.ru по ссылке в описании и выберите себе свои котлы. Ну а у нас время продолжить. Пока что не ясно, какую роль в сюжете играет этот гигантский трехглавый механический дракон, но судя по его желанию остановить Оптимуса, он на нашей стороне. А вот кадр со смертью Гримлока, хоть и кажется обидным спойлером, однако, как вы помните из моего второго обзора, Гримлок со своими доисторическими напарниками вернется в уменьшенном размере в виде мини-диноботов. Как они впишутся в сюжет этого рыцарского эпоса, тоже пока что не ясно. Обратите также внимание на этот кадр. Оптимус, очевидно, умышленно разбивает этот вертолет, чтобы спасти жизнь Кейда. Быть может, он уже придет в себя к этому времени. Однако рыцарь на фоне явно говорит о том, что герои только падают в то место, где он расскажет Вивиан о важности его мира, сияя фиолетовыми глазами. Кстати, в этом кадре слева можно заметить гигантский рыцарский сапог, который уж точно не похож на ногу Мегатрона в предыдущем кадре. Так что и этот гигантский трансформер остается загадкой. Может быть, все же сценаристы умышленно подтасовали в трейлер эти кадры, чтобы сбить нас с толку, и в фильме нас действительно будет ждать появления последнего автобота, о котором я уже рассказывал в предыдущих разборах. Ну и далее в кадре мы видим, как над ночным мегаполисом нависла новая массивная конструкция, которая определенно выглядит как задний фон на встрече с квинтессонами, что доказывает версию с их желанием перетрансформировать планету. Очевидно, этот всплывший Грааль является в некотором роде маяком, способным соединить Квинтессу с Землей, чтобы направить на нашу планету ее технологии. И следом, после шикарного сражения, мы видим, как Оптимус одним махом сносит головы шести рогатым трансформерам в стиле Хеймделя с Тизератором. Пока что неизвестно, что это за механические монстры, но их внешний вид напоминает Юникрона. Может ли такое быть, что в киновселенной появятся и Квинтессоны, и Юникрон? Ну, нам осталось дождаться Юния, чтобы самим все узнать. Ну, а как вы думаете, выживет ли Бамблби? Вернется ли к автоботам Прайм и станет ли Мегатрон на сторону добра? Пишите свои мысли в комментариях и не забывайте, что ваши царские бамбл лайки – это лучшая благодарность. Ну, а на этом... Время пасхалок! В прошлом эпизоде я спрятал четыре пасхалки, и все они были найдены. Первую пасхалку нашел Артем Сергеев. Он заметил танцующего Старлорда в этом кадре. Следующие две пасхалки нашел Альдо Рейн. Он заметил золотое яйцо в гнезде на острове Люка. А также ножницы рядом с C-3PO. Ну и последнюю пасхалку нашел Катакрабер под псевдонимом Рейневолс. Он заметил, что на странице из визуального словаря написано «Пасхалка в описании». Пройдя в описание этого видео, в самой последней строчке мы можем заметить непонятные символы. Расшифровав их по алгоритму Base64, мы можем заметить, что это ссылка, ведущая на определенный кадр моего разбора тизера Тор 3. В этом кадре можно заметить Таню с Питера Динкледжа. Поздравляю вас, Тёмыч, Альдо и Рейневолс. Вы оказались самыми зоркими Катакраберами недели. Чтобы получить свой билет в кино, напишите нам сообщение в нашей группе ВКонтакте. Ну что ж, в этом эпизоде тоже спрятаны пасхалки. Первый, кто найдет их и напишет их ответом на мой первый комментарий к этому видео, будет упомянут в следующем и получит билет в кино на премьеру недели от Катакраб ТВ. Так что спеши и не забывай подписаться на нашу группу ВКонтакте. Там уже стартовал конкурс репостов совместно с PluggedIn, в котором ты можешь выиграть первый сезон видеоигры Hitman на любую платформу. Ну а на этом всё, спасибо за просмотр, я надеюсь, что вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на наш канал. Катакраб, мы режем киноленты. Субтитры сделал DimaTorzok